здравствуйте друзья у нас февраль сами видите весна наступила мимозы цветут там где есть вот на хайве ну а тут вот просто городская улица спрашивают чего там у нас с рынком ценных бумаг а то он как-то вот уже несколько дней можно сказать ведет себя плохо так так скажем теряют цену бумажки и вы знаете я не не финансовый какой-то человек и относительно далек от этого всего но почитать то я могу чего пишет поэтому могу рассказать что пишет вообще вот если мы посмотрим на то как живет спекулятивный рынок рынок ценных бумаг это спекуляция то есть цена которая там сегодня у акции это не цена вот вычисленная из прибыли которые получает компания а это как бы ожидания ну скажем на полгода вперед может быть даже побольше вот что будет там поэтому идет спекуляция если тут добавить а если там убрать а если чего-то то есть это первое что существует надо понимать что это спекулятивное все там поэтому она рванула туда рванула сюда потому что спекуляция меняются слухи она на слухах живет не на расчетах расчет где-то присутствует бэкграунде а так вот слухи и второй момент очень важный для понимания в любой книжке по этим делам пишут что есть два фактора которые руководят всем этим процессом два фактора один фактор это жадность а другой фактор это страх поэтому когда вроде все побежали покупать да вдруг я упущу знаете жадность не дает человеку воздержаться он начинает хватать вместе со всеми а страх это когда вдруг люди начинают продавать он как бы мне не засидеться с этим да и надо продавать вместе со всеми покупать вместе со всеми то есть я не хочу сказать что все инвесторы именно так рассуждают но таких достаточно много чтобы влиять очень сильно на рынок на движение кривой вверх или вниз поэтому вот этот год в минувший год он был таким спекулятивным при том что экономика можно сказать практически за год никуда не делась не выросла ну там я думаю там и двух процентов нет по ум еще не было данных я не я не заметил ну допустим там было два процента роста рынок ценных бумаг вырос там на сколько-то 50 такого типа поэтому а с чего ну ну понятно слухи спекуляции вот сейчас примут налоговую реформу вот сейчас там у компании прибыли вырастут там и так далее так далее очень хорошо и вот побежали скупать дальше больше дальше у нас повинялось начальство в федерал резерв бэнг который устанавливает повышение но уровень уровень процента которые берут при заимствовании денег они повышали последние там пару лет потихонечку потихонечку так чисто символически как бы повышали давая рынку понять что в общем безобразничать не надо мы следим то есть мы чуть чего мы тут на месте мы вмешаемся конечно федерал резерв банк должен был повысить раньше интерес чтобы инфляцию как бы гасить на более ранних стаде но это легко сказать потому что на практике экономика выходила из тяжелого кризиса и они опустили тогда нельзя этот самый interest rate чтобы стимулировать бизнес чтобы бизнес мог ну практически задаром брать деньги взаймы и вкладывать в развитие бизнеса и вот это как бы создает хорошие условия для для бизнеса с одной стороны с другой стороны когда экономика выравнивается выравнивается и вроде уже и не нужно ее вот так стимулировать то создаются как бы условия для ну можно сказать сверхприбыли некоторые да то есть тебе дают возможность заимствовать деньги занимать деньги по более низкой цене при том что в общем то это как бы такой бонус тебе не то чтобы это нужно было и вот поймать этот момент поймать когда приподнять интерес насколько приподнять они боялись опустить экономику снова в рецессию в результате этого что произошло они затянули они затянули по времени и произошло вот что лишний такой оптимизм экономический когда люди ну люди в бизнесе и акционеры инвесторы и так далее они говорят смотри-ка вот растет да значит еще будет расти экономика вроде там как-то вроде наладилось все хорошо и вдруг у нас меняется федерал резерв бэнк начальство поменялось пару дней назад начальство поменялось разговор сейчас идет такой что явно экономика перегревается мы явно движемся в инфляционные процессы зарплаты пошли в рост еще еще при обаме уже начался рост зарплат которого много лет не было из-за того что была безработица высокая вот сейчас намечается рост зарплат это значит что при нерастущей экономии растущим производстве да мы должны потратить больше денег на зарплаты таким образом у нас соответственно прибыли компании снижаются соответственно повышается да они должны будут повышать цены и пошло и поехало вот вот это называется инфляция и боятся инфляции и боятся что сейчас новое начальство начнет более активно повышать interest rate соответственно снизится прибыли компаний потому что они должны будут больше больше как вы больше отдать за заимствование денег соответственно их останется немножко меньше прибыли тогда это один фактор второй фактор все знали что рынок перегретый и как бы опять спекулятивный рост был поэтому там нет этих денег в этих ценных бумагах поэтому как бы как всякие так сказать как всякий бум когда он немножко лопается то есть какой-то ну какое количество людей которые нервно начинают сбрасывать все определяется соотношением нервных и спокойных поэтому есть например а просто обвалы какие-то а есть то что называется коррекции на рынке коррекция может быть пять процентов может быть и десять процентов это не ничего такого тут нет то есть периоды роста периодически происходят коррекции какие-то с чем мы имеем дело сейчас никто не знает вот любой человек это сказать вот я знаю или я же говорил там и так далее но молодец вот и дальше продолжай говорить возьми себе медаль откуда-то или там пирожок с полочки возьми никто не знает ну посмотрим значит посмотрим пока ничего такого особо драматичного не произошло да тут еще что происходит еще один фактор который вот пишут что к этому делу добавил это принято было решение об увеличении процента выплачиваем выплачиваемого по государственным облигациям говорят вот если ты да друг обычно люди когда облигацию покупают им говорят вот тебе такой-то процент гарантированно сейчас его под подняли этот процент и как определенная часть инвесторов на рынке определенный чек они бы лучше конечно взяли что-то менее прибыльное но и менее нервное менее рискованное потому что акции это в общем намного более рискованное чем облигации но когда облигации не платят практически ничего они как бы вынужденно смещаются в сторону акций а когда когда облигации начинают платить больше тогда естественно происходит переток денег из рынка значит акций в рынок ценных бумаг рынок ценных бумаг надо сказать что уже довольно давно не ценных бумаг я извиняюсь рынок облигаций давным давно просился чтобы что-то такое там накинуть правда но никто не предпринимал усилий никаких и я не не готов сказать там из-за чего это я я слишком так сказать слабо в этом разбираюсь но во всяком случае пишут что давно пора было но это знать как тоже задним числом хорошо сказать во всяком случае они разогнали они разогнали экономику которая была в очень тяжелом состоянии еще буквально 5-6 лет назад а сейчас подняли этот интерес пошло движение денег и опять поскольку мы имеем дело с со спекуляциями во-первых и страхом и жадностью во вторых значит вот сейчас страхи пошли и народ начал быстро избавляться от акций ну посмотрим значит как 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 дальше пойдет но как бы есть несколько факторов которые в это дело значит добавили вот конечно в политическом смысле это наносит некоторый удар по апологетам как бы трампизма которые говорили вот видите вот он еще и сделать ты ничего не сделал но вот только на должность заступил уже сразу рынок пошел рынок пошел рынок пошел как будто непонятно что в пошел на спекуляциях но и вот как бы да почему рынок влияет на многих людей рынок ценных бумаг потому что есть у многих людей сбережения в акциях да то есть я четыреста первые планы пенсионные планы у них там есть даять они они вот в акциях но не только в акциях они и в облигациях тоже чем ближе таскать к пенсии тем больше сдвигается с акции на облигации обычно но тем не менее то есть люди работают так в общем допустим у вас было 400 тысяч там на пенсионном плане там год назад а сейчас у вас там 600 но упади плохо правда вот и но опять но спекулятивно ну вот как бы да то есть все что спекулятивно она как бы ходит не только вверх но и вниз тоже это понятно вот и это наносит удар по вот этому радужному оптимизму как бы и возвращает немножко к реальности и реальность такова что спекулятивная ходит и вверх и вниз тоже ходит вот поэтому наша экономика сегодня стоит но со стороны правительства как бы она управляется биржевыми спекулянтами то есть людьми со сток маркета ну ну конечно они знают они знают как оживить стопы сток маркет чертам дело понятное но поглядим я я бы не делал каких-то преждевременных там скоропалительных так скажем выводов надо посмотреть понаблюдать скорее всего ничего такого сильно драматического не будет но но то что сейчас вот эта коррекция или там что там дальше произошло то же самое как с биткойном понимаете в принципиальном плане это то же самое потому что у многих людей была вера в непогрешимость биткойна что он может только расти расти и расти причем расти быстро но дело в том что когда рост как бы слишком быстрый то как бы супер спекулятивный то соответственно и обвал потом такой и чем быстрее растет тем резче падает и вот вот ну ну да примерно то же самое произошло сначала спекулятивно росло потом взяло и обвалилась но дело не в том там до какой величины обвалилась или там превратилась ли она в полный прах нет нет полный прах не превратил но это сигнал тем кто немножко соображает и кто готов как бы реальность воспринимать они только они принимать желаемое за действительно вот они не так просто все вот может может и так вот так тоже может поэтому рынок ну что что сказать и действительно очень очень много спекулянтов которые заходят и выходят со спекулятивными целями есть профессионалов очень много которые профессионал зарабатывает в отличие от нас с вами и на подъеме и на падении то есть профессионала без разницы растет рынок или падает вот если на месте стоит конечно тогда возможности меньше для маневра а когда растет или падает особенно когда знаете дергали туда-сюда 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 вот это где как бы самые самые у них таскать золотой дождь а теперь они в белом доме заряете да так что ну ладно в общем вот вот такое ну как бы не то что я обзор по печати но я как бы так на основании того что пишут я вот своими соображениями тоже делюсь ну вот такой получился рассказ счастливо